ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА Отпраздновав праздники по старому и новому стилям, страна возвращается к привычному ритму жизни. Рабочие места ждут не только врачей, учителей, рабочих. Сегодня к своим обязанностям вернулись и политики. Для депутатов официально закончились каникулы. А это значит, что в Молдове начинается новый политический сезон. Начинается в сложной обстановке, когда отношения между правительством парламентом с одной стороны и президентом с другой наколены до предела. Все чаще мировые СМИ говорят о Молдове как о стране, в которой и невозможное возможно. Ибо только у нас можно подменять президента тогда, когда его мнение не совпадает с мнением правящей коалиции. Но вот вопрос, что дальше? Как будут работать политические институты в новом сезоне? Как сложатся отношения власти и оппозиции? Каких решений нам ждать от геополитических игроков? А главное, не забудут ли при этом про граждан? Тех, за чьи голоса будут биться уже в конце этого года. Со всеми этими вопросами будем разбираться в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Часть первая. И я с удовольствием представляю моих гостей, которые сегодня добрались до Полюса. Виталий Андреевский, политолог, политический комментатор. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Валеницкий, журналист, политический комментатор. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Цуркан, депутат, представляющий партии социалистов Республики Молдова. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот, позвольте мне особо поприветствовать Сергея Мишина, человеку, у которого сегодня день рождения, но который предпочел его встретить в нашей компании. Безусловно, мы вас поздравляем и желаем вам дальнейших успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо. Добрый вечер. Ну что ж, давайте тогда с вами обсуждать те моменты, которые были актуальными все политические каникулы. Вот смотрите, за это время президента заменили два раза. Вот когда вы об этом узнали, как вы думаете, какие чувства были у граждан и что испытывали лично вы? Господин Андреевский, что вы почувствовали? Ну, абсолютно ничего. Я вообще не считаю, что у нас накалена обстановка, что у нас все так плохо, страшно, чего-то там грозит. Идет нормальный процесс. Нужно было искать какой-то вариант выхода из этой ситуации. И нашли такой вариант, как временное отстранение президента выполнения обязанностей. Если есть какие-то другие варианты, я их не знаю, ну, за исключением импичмента. Но я думаю, за уже меньше года до выборов начинать процедуру импичмента никому это не нужно. Поэтому я смотрю очень спокойно на эту ситуацию. С вами Андреевским спорят мировые семьи, потому что как никогда много писали в этот раз именно о том, что происходит в Молдове. Очень многие телеканалы уделяли этому внимание. Я не знаю, вот справедливо ли говорить ничего не почувствовали, но мы вернемся еще к вашим размышлениям и попытаемся все-таки дать определенные оценки. Владимир Иванович, что вы почувствовали? Ну, я неоднократно уже высказывал, высказывался по этому поводу. Во-первых, как юрист я почувствовал, что действительно наша страна, к сожалению, сегодня неправовое государство. Как политик я почувствовал, что сегодня в нашей стране, именно потому что неправовое государство, позволительно совершать акты политического беспредела. Вы это так квалифицируете? Да, политический конституционный беспредел. Кстати говоря, сейчас вот было сказано интересное слово, ключевое, наверное, в этой ситуации. Надо было искать выход. В правом государстве не ищут выходы. В правом государстве руководствуется конституцией и законом. А поскольку у нас, к сожалению, такого сегодня нет, то, конечно, начали искать. Если нужны будут детали, почему именно так, я выскажу. Но тот факт, что решение конституционного суда практически уравняло два абсолютно разных понятия, может и не хочет, то, естественно, вот тут уже сразу напрашивается... Это анекдот, не надо сейчас его рассказывать. Анекдот я не буду рассказывать, да, как называют его, кто может, но не хочет, или кто хочет, но не может. Вопрос не в этом. Вопрос действительно достаточно серьезный. Сейчас не до анекдота. Это уже превращается, если была вначале, казалось, ох, это вдруг случайность, ох, это вдруг неожиданность. Ну, ладно, захотели попасть в книгу Гиннеса по юридическим, скажем, казусам или беспределам, то сегодня это уже превращается действительно в тот самый беспредел, который к самому, в свою очередь, может привести к абсолютному хаосу и коллапсу конституционному. Вот в чем я вижу, прежде всего, эту проблему. Опасность, да? Да. Спасибо. Господин Болницкий, вы. Вы знаете, если бы в истории, ну, скажем, не такой уж долгой нашей истории, но хотя бы с 2013 года до сегодняшнего дня был бы хотя бы один случай, когда бы Конституционный суд принял бы решение неугодной власти, я бы, может быть, согласился с мнением, что вот Конституционный суд дал решение для конкретной проблемы, которая возникла в результате отказа президента инвестировать в должность новых членов правительства или промагировать какой-то закон. Но за этот период не было ни одного раза, когда бы Конституционный суд принял бы решение неугодной власти. В этой ситуации уже возникает вопрос, кем является Конституционный суд в Молдове? Политическим игроком или органом юриспруденции, конституционной юриспруденции? И, исходя из того, что до этого ни разу не было ни одной трактовки не в пользу власти, конечно, напрашивается вывод, это политический игрок. И, с другой стороны, если поставить на весы законную часть этого вопроса, я не знаю, если я правильно выражаюсь, но кем является Игорь Дадон? Это всенародно избранный президент, за ним есть конкретные избиратели. Кем является нынешняя власть? В Молдове на данном этапе руководит, я не знаю, группа депутатов, которые называют себя парламентским большинством, сформированные кое-какими менее легальными путями, если не сказать нелегальными путями. С этой точки зрения возникает вопрос, чью сторону берет Конституционный суд? Может, я слишком резко выражаюсь, но, извините, уже за это время, я не раз во всех телестудиях, когда меня спрашивали, а почему вы критикуете Конституционный суд? Вы покажите хоть одно решение, достойное уважения этого Конституционного суда. Ну, нету таких за последние годы. Я благодарю вас, господин Мишин. Вы знаете, вот то, что произошло, особенно в начале этого года, меня навело только на одну мысль, что в демократическом государстве, где правит демократическая партия, нет никакой демократии. Вот это первое, что навело. И то, что нарушается закон, то, что юридически мы вообще не смотрим ни в Конституцию, ни в Кодексу, конституционную юрисдикцию, никуда принимая решение и отстраняя президента от должности на 15 минут, в обоих случаях. Причем, опять-таки, где Конституционный суд должен был вообще отклонить данный запрос, потому что он изначально был составлен неправильно. Только парламент имеет право обращаться в Конституционный суд и обращение должно быть подписано председателем парламента. Если господин Сесырбу сегодня возомнил себя представителем парламента, если он возомнил себя, что он решает за 101 депутат и имеет право обращаться в Конституционный суд, и Конституционный суд не видит 38-й статьи, части 2-й пункта С, где написано, кто имеет право, кто субъект обращения в Конституционный суд, принимает и еще выносит решение, то, извините, это даже уже не политический игрок. Это просто напрямую видно узурпация власти, о которой мы говорим уже 4 месяца, и это вот последние два решения от 2-го января и от 5-го января просто подтвердили эти слова. Конституционный суд сегодня выносит не просто политические решения, а это уже заказные политические решения, а это очень страшно, и это дискредитирует нас. Причем даже вот по поводу пропаганды, даже европейские комиссары и представители ОБСЕ высказали, что нельзя принимать данный закон, нельзя его промульгировать, нельзя, чтобы он в Молдове вступал в силу, а он все равно, мы идем в угоду, понимаете, мы работаем в угоду определенной страны. Ну вот даже слушая вас всех, я не могу не задать вам вопрос, с которого исходит, что вот эта вся ситуация, она все-таки Конституционному суду даже надоела, да? Вот выдавать такие политические, как вы говорите, ангажированные решения, потому что они обратились к депутатам во время этих каникул и попросили их ввести уголовную ответственность за неисполнение решений Конституционного суда. Очень многие политологи усмотрели в этом, прежде всего, что это в адрес президента, то есть что таким образом они пытаются ввести ответственность за неисполнение этих решений именно на президента. Вот скажите, пожалуйста, а почему сразу не импичмент? Вот господин Андреевский говорит, ну вот перед выборами, да, там уже год какой-нибудь остался, и поэтому никто не будет выносить импичмент. Ну секундочку, президенту-то еще три года выполняет свои полномочия, и тем не менее на это не решаются. Поясняйте мне, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете? Господин Андреевский. Ну давайте вот вернемся чуть-чуть назад, коллеги достаточно подробно выступали. Вот возьмем пример с законом о запрете пропаганды. Ну, он по-другому немножко называется. Да, он запрещает российские информационные и аналитические программы. Ну, там о российских не сказано. Ну, все же понимают. Понимают, да. Поэтому я говорю закон о запрете пропаганды. Есть закон, по которому, если второй раз парламент проголосовал, президент обязан подписать этот закон. И когда президент отказывается это делать, значит, надо искать выход из этой ситуации. Владимир Иванович, надо действовать по закону. В Конституции написано импичмент. А как по закону действовать? По закону импичмент, но нет воронения. Решили выйти таким путем, обратились в Конституционный суд. Конституционный суд дал такое объяснение. Конституционный суд высший орган у нас. Юрисдикции высшего органа. Юрисдикции, да. Не всего высшего органа. И поэтому, я повторяю, я не вижу ничего в этом страшного. И вообще не надо драматизировать ситуацию. А нарушение закона, это не драматично? Вы считаете, что нарушен закон. В Конституции написано не промульгация импичмент. Давайте я выскажусь до конца. Понимаете, вот в чем на самом деле проблема для меня. И это очень серьезная проблема, что дискредитируется институт президентства. И когда Игорь Дадон шел на президента, он знал об определенных ограничениях, с которыми он столкнется. То, что касается, что законы нужно подписывать, если второй раз парламент проголосовал. Это уже проблема. Я не помню, при ком это принималось решение, что второй раз должно быть не просто большинство, а должно быть какое-то квалифицированное большинство, две трети или как. Ну, во всяком случае, так в мире принимается. Но на самом деле, вот посмотрите, как будут следующие выборы президента. Человек будет или Дадон, или кто-то другой баллотироваться. А люди будут говорить, слушай, зачем нам голосовать? Ты же там ничего не решаешь. Зачем нам вообще этот пост? И в этом плане, безусловно, и президенту, и парламенту, и правительству надо как-то собираться и договариваться. Потому что дискредитация одного из института власти бьет и по другим институтам власти. Вот это меня беспокоит. А меня беспокоит, что мы начали с вами очень интересное размышление по поводу закона. Да, мы все с вами согласны, что нужно поступать по закону. Значит, президент не промульгировал раз, не промульгировал два. И вот дальше должны были все поступить по закону. Что в законе сказано в таком случае необходимо сделать? Поясните, пожалуйста. Вы начали отвечать, господин. В законе четко сказано, что в случае, если господин президент не промульгирует второй раз закон, то по конституции он нарушает ее, он является гарантом. И, соответственно, парламент должен выступить и объявить ему импичмент. Так. Вот что сказано. То есть найти выход и пойти обратиться в конституционный суд, чтобы его отстранили на 15 минут. То есть не говорится, что нужно придумывать какие-то варианты. Вот вы знаете, придумывать варианты, они нашли эту лазейку по поводу назначения министров. Это да, потому что в конституции ничего не сказано. Они вынесли два решения конституционного суда, что якобы 14 дней со второго раза обязан. То есть привязали опять таких промульгаций. Но дело в том, что в конституции четкого не сказано, сколько раз он должен отклонить. И в течение какого времени он должен рассматривать кандидатуру. Ну нету такого. Поэтому они через конституционный суд здесь нашли брешь. И в принципе здесь 15 минут играет роль. В данном случае по поводу промульгации никак они не могут обращаться и отстранять его от должности. Поняла. Либо импичмент, либо ничего. Поняла. Владимир Иванович, они импичмент, получается, не идут на него. Вот по закону должны были это сделать. Вот объясните, почему? Давайте мы, прежде чем приступать к ситуации сегодняшнего дня, чуть-чуть вернемся назад. Как получилось в первом случае? Ведь изначально правительство обратилось в конституционный суд с просьбой объяснить эту ситуацию. То есть интерпретировать статью, касающуюся вакансии должности президента. Как это можно интерпретировать? Но при этом, обращая внимание, они в своем обращении прямо и четко указали, что воспользоваться процедурой импичмента в ситуации, когда президент имеет абсолютную поддержку населения, нецелесообразно. И поэтому просит конституционный суд найти то, о чем сказал уважаемый коллега Андреевский. Найти другой путь. Вот откуда появилось найти, вот откуда появилось это желание и возможность, и желание, возможность здесь совпало, конституционного суда. Значит, пойти по пути прямого нарушения Конституции. Потому что, действительно, если президент второй раз отклоняет, и они, кстати, констатировали, это является грубым нарушением Конституции. Конституционный суд это признал. А раз грубое нарушение, значит, вступает в силу положение 89 статьи Конституции, которое четко прописывает, а как президент может быть отстранен от власти. Как? Конституция единственное, что предусматривает, временную невозможность и постоянную. То есть уже когда четко констатируется факт, что он вообще не сможет исполнять. Но опять же повторяю, не нежелание, а невозможность. И в первом и во втором случае Конституционный суд должен сказать, да, это ситуация, когда он временно не может. Это болезнь. Не действовособен временно, так это называется. Все мы люди. Либо когда это превышает более 4 месяцев, и уже человек явно не способен выполнять свои функции. То, чего у нас нет. А теперь давайте мы все-таки посмотрим еще не только в юридическую суть этого вопроса, а в саму суть, фактическую суть. Ведь президент Дадон и эти кандидатуры, и этот закон не просто не подписал. Вот не хочу. Вот не нравится мне там чей-то фейс, или не нравится мне, где запятые расставлю и так далее. Он четко аргументировал. Причем эти аргументы народу абсолютно понятны. А если не понятны, мы до конца еще их объясним. Потому что, ну как можно назначить на должность двух бывших премьер-министров, которые вначале Лянка, а потом Габурич, покрыли секретными постановлениями кражу миллиарда. Ну как можно этих людей сейчас допускать вновь таким должностям? Либо тот же министр юстиции. Я его уважаю как профессионала. Но я не уважаю за то, что он использует свои профессиональные знания для того, чтобы изощренно обойти положение тех или иных статей Конституции. Что он и делал, будучи во главе Конституционного суда. В одном случае он говорил, да, Молдова сегодня охваченное государство. Все вы помните, он где-то года три тому назад в интервью своих обширных, он любил давать интервью, как и сейчас начал давать интервью. Он об этом сказал. Я потом вдруг резко поменял. Почему? Я, например, знаю. Почему? Придет время, об этом мы расскажем. Потому что фактура у нас есть. Почему он так сделал? Поменял свои мнения. Но и почему его не назначили вновь? Председателем Конституционного суда. Вообще в Конституционном суда. Тоже известно почему. Но об этом потом. То есть вы не хотите об этом говорить? Хотя, конечно, эти вопросы очень напрашиваются. Придет время. Господин Волницкий, вот смотрите, так общее мнение, вот пока с этого, справа от меня, оно сводится к тому, что не объявляют импичмент, потому что уверены в том, что не удастся сместить президента. Если бы удавалось, и они видели бы, да, по всем раскладам, что это получается, тогда они бы не обращались в Конституционный суд, не делали бы вот этих замен, да, они бы просто объявили импичмент. Вы с этой точки зрения согласны или нет? Да, это же, в принципе, признал Мариан Лупу, бывший руководитель Демократической партии. Полгода тому назад, по-моему, в интервью, он сейчас руководит парламентской фракцией Демократической партии, то он сказал, что нет смысла, я пытаюсь цитировать, может быть, да, 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 смысл передаю, что нет смысла начать процедуру импичмента, потому что президент имеет очень большой рейтинг и является самым популярным политиком в Молдове на этом этапе. Это правильный подход с политической точки зрения, но не с юридической. Но я, наверное, хотел бы акцентировать внимание на очень важную деталь, которую сказал господин Андреевский, когда он коснулся о престиже института президента, о престиже президентуры, о рейтинге президентуры, о ее достоверности в глазах граждан. Да, вот такое поведение через конституционный суд, я не знаю, какие другие цели преследуются, но это является очень сильным ударом по институту президентства в Молдове. И это аукнется нам всем. И то, что сказал Домну Виталий, что это может сказаться на престиже и на достоверности всех институтов власти, это правильно. Но, с другой стороны, я думаю, что власть на данном этапе преследует совсем другую цель. Она не думает о том, что, возможно, пойдет и достоверность парламента, и достоверность правительства, и всех институтов власти. Она думает только о президентуре. На данном этапе, что мы имеем? За первый год президентства господина Дадона, согласно недавнему социологическому опросу, если я не ошибаюсь, то, я не знаю, доверие граждан к институту президента превысился в 14 раз, если я не ошибаюсь. По сравнению с предыдущим. По сравнению с предыдущим президентством господина Тимофтьева. Это всего лишь за год. Конечно, это заставляет задуматься с политической точки зрения стратегов партии власти. Потому что, не имея практически даже тех полномочий, которые имел его предшественник, потому что мы знаем, что за последние годы, вопреки логике, потому что избранный всенародный президент должен иметь больше полномочий, чем президент, который избрался в парламент, вот эти полномочия урезались. И, несмотря на это, господин Дадон продолжает оставаться самым влиятельным политиком в Молдове, а доверие к президентуре повысилось в 14 раз и превышает более 50%, если я не ошибаюсь. Я даже думаю, что, наоборот, благодаря в том числе и этому. Вот, смотрите, господин Андреевский считает, что это удар по институту президентства. Но обычно, когда говорят о таких вещах, то это палка о двух концах. В народе говорят, что любят как раз тех, которых несправедливо обижают. То есть иногда получается, да, вот такой обратный эффект. И я к чему, собственно говоря, все это сейчас веду? Хочу послушать вашу точку зрения по поводу реакции президента и пропрезидентской партии социалистов Республики Молдова. Вот в этих условиях, о которых мы сейчас все говорили, мы прочитали заявление от партии социалистов Республики Молдова. Поясните, пожалуйста, вот некоторые говорят, что можно было бы как бы и жестче. А социалисты написали то, что они написали. Почему так происходит? Какие-то вот есть вещи, о которых мы не знаем, Владимир Иванович? Я не знаю, чего вы не знаете. Скажем так. Подозреваем, что многих вещей, потому что на самом деле вот какие-то партийные... Наверное, те, кто вот так говорят, что можно было бы и пожестче, это сторонники того, что надо было бы, как говорится, взять все, что под руку попадет и выйти на площадь, как минимум, и начинать эту власть свергать. Наверное, сторонники вот этой точки зрения так считают. Мы считаем все-таки, что эта власть, безусловно, она падет. Тут ни у кого сомнений сегодня нет. Безусловно, что все эти беззакония мы в конечном итоге вернем в нормальное конституционное русло. То есть эти решения конституционного суда, они, безусловно, следующим составом конституционного суда будут пересмотрены. Как у нас это было, да? Помните, про парламентскую республику голосовали? Мы вернемся в нормальное конституционное русло. А потом вернули, вы так думаете? Конституционное русло, вернемся. В данном случае позиция партии социалистов и такая же позиция и президента, она заключается в том, что все это попытки создать видимость, что президент не нужен, что президент слаб, что он не способен ничего сделать и изменить. Вот какова цель и задача. Но эти все действия, которые преследуют эту цель, это проявление слабости этой власти, проявление трусости этой власти. Потому что только человек слабый и трусливый начнет применять вот такого рода методы против всенародно избранного президента. Поэтому мы сказали, а, первое, мы должны сконсолидировать все общество, не только сторонников партии социалистов, потому что возмущены не только сторонники партии социалистов, нормальные граждане, которые, может быть, даже не голосовали того же президента. Но они тоже возмущены, как так, как мы говорим, в нормальном цивилизованном правовом государстве, так поступать. Вне зависимости от того, нравится президент кому-то или не нравится. Он четко объясняет, нельзя воров вновь назначать на должность правительства. Нельзя, нельзя людям возвращать тот период времени, когда железный занавес, немецкая свободная Америка или как там, голос Америки и так далее, значит, слушали по ночам, значит, под одеялом в приемниках и так далее. Нельзя фильтровать информацию. Человек должен сам. В этом и заключается смысл свободы человека. И в этом заключается принцип соблюдения его прав на доступ к этой информации. Какая это будет информация? Ведь этот закон фактически, фактически, априори говорит, вот все то, что будет с этой стороны, это все против Молдовы. А вот все, что будет с этой стороны, все во благо Молдовы. Но не бывает такого. Не бывает. Именно поэтому действительно европейские структуры, прежде всего эксперты ОБСЕ, они дали категорически отрицательное заключение в 2015 году этому закону. Ничего в нем не изменилось. Ничего. Но, тем не менее, значит, власть во благо других. Во-первых, во благо своего. Я бы здесь с вами немного поспорила. Во благо своего, потому что они прекрасно понимают, объективная информация, она именно такова. Она говорит о том, что власть сегодня делает не то, что нужно этому народу. И народ это оценивает через те результаты опросов. Абсолютно всем ясно, что страна движется не в том направлении. Что сегодня все больше и больше появляется людей, которые недовольны своей собственной жизнью. Один или полтора процента людей сегодня довольны своей жизнью. Это, наверное, вот те самые приближенные к этой власти. Не вся даже власть, а приближенная. Вот вы излагали нам сейчас свою точку зрения, а я хотела бы понять одно. Вот если так вот правда то, о чем вы говорите, что вот президент, институт президентства теряет свои позиции. Вот сейчас, господин Волницкий и я, мы задаемся вопросом, как тогда объяснить, что даже те опросы, которые по заказам партии власти, они показывают очень высокий результат именно и у лидеров, и у президентства. Как вот это, как? Давайте не путать институт президентства и Игорь Дадон. Есть определенные отношения к Игорю Дадону, есть отношения к институту президентства. Но Игорь Дадон самый популярный политик, правда? И все видят, что институт президентства сегодня слабый, неэффективный. И поэтому у него доверие за 50%. Доверие, я повторяю, к Игорю Дадону, это доверие еще связано с тем, что он победил на президентских выборах. Извините, пожалуйста, Игорь, вы говорили тогда об институте президентства доверия? Давайте уточним, это важно. К президенту Дадону он говорил. Нет, вы говорили, что доверие и к президенту. Но здесь мы имеем дело, Дом Виталий, если позволите, извините, что перебил. Мы имеем дело с общеизвестным фактором, который обычно проявляется в таких ситуациях. Когда есть сильный лидер, сильный президент, он автоматически перетягивает свой рейтинг на рейтинг президентуры. И заслуга господина Дадона в первом году своего президентства именно состоит в том, что он не только ему удалось свой рейтинг сохранить, но еще и конвертировать его и перекинуть в рейтинг на президентуру. Я благодарю вас, господин Андреевский. Мы пояснили, да. Да, а вот я хочу некоторые замечания высказать. Вот Владимир Иванович, вы юрист, и я думаю, но очень по-юридически это прозвучало с вашей стороны, что воры вошли в правительство. Я имею в виду двух бывших премьер-министров. Потому что на самом деле против них не открыты никакие уголовные дела. Я понимаю, это вы как бы даете политическую оценку, но вы могли бы и другие. Я в связи с этим вам приведу решение конституционного суда. Владимир Иванович, пусть договорится, Александр, он потом обидится и скажет, что я ему закрываю рот. Нет, пожалуйста, Пусть в Андреевский прошу. На самом деле, если возвращаться к этой теме с банками, на мой взгляд, это было плохое решение, но лучшего решения в той ситуации не было. Или обанкротились бы банки и потеряли бы вкладчики, это сотни, наверное, тысяч людей в Молдове, и тогда мы бы вообще имели хаос в стране, или пошли по такому пути. Что касается тоже запрета телевизионных передач, на самом деле, давайте не будем скрывать, это пропагандистские передачи. И когда вы сравнили с «Голосом Америки», «Голос Америки» не транслировался на советских каналах, он транслировался независимо. Никто вам сейчас не запрещает смотреть любую российскую передачу через интернет, через спутники и так далее, через социальные сети и прочее, прочее. Тогда в чем смысл с иконой? Запретили на молдавских телеканалах, с одной стороны, чтобы эта пропаганда не воздействовала отрицательно на наше общество, а с другой стороны, чтобы дать возможность развитию молдавскому контенту, чтобы развивалось молдавское телевидение в первую очередь. И я думаю, появятся и новые передачи, и новые ведущие появятся, и так далее. И я думаю, что в конечном итоге пройдет 3-4 месяца, и мы очень быстро забудем о тех передачах, потому что на самом деле запретили только политические передачи. И поверьте, нашим телезрителям гораздо интереснее будет слушать вас, чем Джириновского, чем Дзюганова, чем прочих там кремлевских старцев таких. Потому что на самом деле это не наш контент. А когда вы говорите, запрещают, свобода, вот сейчас вы критикуете, обозвали ворами министров, критикуете власть, говорите, что вы победите на выборах. Вам кто-то запрещает? Я благодарю вас, мы поняли, спасибо, Владимир Иванович. Значит, первое, что касается, как можно говорить, если это не доказано в суде, то есть презумпция невиновности. Но ведь мы же имеем решение Конституционного суда, в соответствии с которым, там было очень четко указано, что в обществе витают обоснованные предположения, что такой-то человек является коррупционером. Именно поэтому его нельзя допускать к власти. А в обществе витают, если вам не нравится слово воры, витают, более чем витают, а и существуют, и более чем обоснованные уверения и уверенность в том, что именно эти два человека, будучи в должности премьера в свое время, они покрыли эти кражи, более того, способствовали. Знаете почему? Почему? Потому что основной поток вывода денег из страны начался именно после того, когда приближенные узнали, есть такое секретное постановление, оно будет подписано. Поэтому, ребята, вперед, это была отмашка, выводите, потому что все равно закроется эта дыра. Вот в чем опасность этих людей. Я вам дам один совет. Теперь, что касается запрета. Сейчас, секундочку, перебью. Вот это слово витают, в обществе считают. Это не мои слова, это слова Конституционного суда. Я повторяю, я страшно возмущался и на телевидении говорил, когда некий усатый распространял слух, что вот Додон взял взятку, 3 миллиона евро и так далее. И тогда тоже говорили, но так считают. Не надо так считают. Есть доказательства на стол? Нет? А можно я скажу как журналист? А здесь четко не считают, а есть решение секретное правительство, чтобы спасти платчиков, и другим подписанное. Причем врали, особенно господин Лянко врал, когда говорил, что я это постановление проконсультировал с Мировым банком. Те сразу же дали продвижение. Никакие консультации с нами не было. И он начал свойственно ему манере изощряться, изгаляться для того, чтобы как-то объяснить, почему он это поставил. Это плохое решение, но другого не было. А можно я вам, я про чиновников, Владимир Владимирович, я прошу прощения. Ну и про чиновников как журналист хочу сказать. Вот когда были эти назначения в тот день, которые один из каналов, поддерживающий Демпартию, писал, что правительство технократов, тут же многие написали правительство технократов. Значит, и понимаете как, я вот что в этой истории, я не буду бросаться какими-то словами высокими и говорить, воры не воры, но я хочу, чтобы понимали одну простую вещь. Есть такое понятие репутация. И когда у этих двух людей репутация зашкаливает от уровня недоверия граждан и журналистов, это плохо, Виталий Александрович. Когда журналисты до сих пор бегают за господином Габуричем и говорят, ну вы хоть объясните, как же закончилось ваше уголовное дело. И вообще покажите свой диплом. Вот. Все спрашивают, дело, нет, нам говорят журналистам как, дело закрыто. Все спрашивают, так был фальшивый, не фальшивый. Вы понимаете, до сих пор нам никакой информации по этому поводу не представили. Хороший вопрос, почему? Более того, я хотел бы напомнить причины, которые объяснил сам Кабурич, почему он ушел с поста премьера. Он сказал, что я не могу работать, когда на меня давят, прессуют, и я не могу обслуживать эту власть. И ушел. Сейчас он пришел прислуживать. В низшей должности уже не премьер, а вице-премьер. И при этом сказал, значит, получил гарантию, что не будут давить. Я назначил премьеру министра. Отсюда, секундочку, гарантию, что не будут давить, потому что, да? А дальше продолжите. Почему не будут давить, Виталий Александрович? Потому что просто не будут давить, дадут возможность спокойно, нормально работать. То есть передумали, да? А не потому, что есть неопровержимые доказательства, вице-по все смеются. Дело в том, что не эта власть на него давила, а другие люди на него давили. Поэтому он не мог. А теперь, что касается запрета. Я буквально, поскольку было обращение по поводу, как юриста, по поводу запрета. Запрет это или нет. Я не думаю, что от того, что пропагандировать будут больше моцареллу, молдаване перестанут есть брынзу. Или наоборот, если запретят пропаганду моцареллы, то все будут есть только брынзу. Понимаете? Вопрос же в другом. А потом в том, что надо дать человеку свободу выбора того, что он хочет. Потреблять ту информацию, которую он должен проанализировать и оценить. Я, как человек военный, могу вам сказать, что любое правильное решение... Владимир Иванович, дорогой, можно я закончу? Да, закончу. Это было правильным тогда, это решение, когда оно основано на полной информации. А дальше я буду принимать решение. А где вы были, дорогой, когда снимались некоторые российские передачи на первом канале, когда коммунисты были у власти? Я очень хочу предоставить вам слово. Просто снимали программу «Время», потому что критиковали Воронина там. Почему вы тогда не возмущали? А где я был? Где я был тогда? Ну, вы были в парламенте, вы занимали высокий пост. И какие передачи, которые... Была одна-единственная передача на НТВ? Нет, было еще в первый канал был. Это раз. А вот мне интересно, что бы вы начали говорить, если бы сейчас вдруг Россия поменялась в курсе, начали мочить Додона. Виталий Александрович, а мне интересно другое. Вы пусть... А от того, что вы мочите Додона, что, что-то меняется? А кто мочит Додона? Да, у него растет рейтинг. Поэтому давайте дальше, господину Мишину. Мне интересно, когда говорят, что... Я прошу прощения, но люди стоят. Что если не доказано, то он не вор и не это. На господина Габарича было возбуждено уголовное дело. Данное уголовное дело до сих пор находится в Генеральной прокуратуре. Его прекратили, я скажу даже почему. Потому что истек срок предъявления обвинения по данному делу. То есть не потому, что убедились, что... Временной, временной срок. Что диплом есть? Я вам больше того скажу. Господин Габарич лично написал в прокуратуре о том, что он признал свою вину. И это есть в Генеральной прокуратуре. А в том проблема, что если на человека открыто уголовное дело... Но не вор. Секунду. Нет, проблема репутации. А кто, извините, а кто он, если он признает свою вину в уголовном преступлении, и его делают министром, это нормальное явление? Нет, я считаю, что это... Он будет отступать в таки промолчительскую программу. Ну, извините, исправился это нет. А вот мне интересно... Да, он экстренно закончил, издал бак. Прямая санду. Ну, мне также интересно, когда говорят, вот надо закрыть российскую пропаганду, российские каналы, но зато мы можем смотреть США, зато мы можем смотреть Канаду, Евросоюз. Это не пропаганда. Вот оттуда все идет хорошо и все полезно. И вот говорят, вот кого легче смотреть, Жириновского или Зюганова, или нас, да? Зритель. Если он хочет смотреть Жириновского или Зюганова, он будет их смотреть. Неважно как. А если он захочет посмотреть нас, он возьмет пульт и переключит. Если ему не интересна программа, даже ту, которую мы сейчас здесь говорим, он переключит на другой канал. Это не вопрос. Но почему это надо запрещать на государственном уровне? И причем очень странно. 7 декабря мы летим в США, и в двух чтениях с нарушением регламента парламента мы быстренько принимаем данный закон и ложим в США, вот, 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 мы закон приняли. А потом мы промульгируем... А теперь отстегните нам за это. Нет, а я больше того скажу, Владимир Владимирович. А давайте посмотрим, когда промульгировали этот закон. Не в тот ли момент, когда Московский городской суд вынес повторное оглашение приговора, что господин Плохотнюк виноват? То есть, может быть, к нам не пускают какую-то информацию, чтобы мы, граждане Молдовы, не узнали что-то? Так, перевожу для телезрителей. Это вопрос личной обиды. Так? На кого? Ну, Плохотнюк обиделся на Россию. Нет, нет, секунду. Нет, а я думаю по-другому. Он не хочет, чтобы информация из России дошла до наших граждан, что, как обстоят дела в этом вопросе. Чтобы не слышали российские СМИ, что будут обсуждать и что говорить по данному вопросу оттуда. То есть, надо преподносить только нашу информацию, ту, которая выгодна. Есть Акчент, есть другие, НТВ Молдова, все донесут, все скажут. Зачем запрещать? Опять, зачем тогда запрещать? Потому что это пропаданда, которая окажет влияние на политическое жизнь. То есть, завтра закроем НТВ, Якчент? А я секундочку. Я прошу прощения, но за Акчент, за НТВ я отвечу. Я вам отвечу так, господин Андреевский. Вы знаете, это замечательные каналы, вот для вас прежде всего. А знаете почему? Потому что на этих каналах бываете и вы, бывают господин Волницкий, бывают представители партии социалистов. А вот на каналах типа публики, прайма, мы никогда не видим противоположные точки зрения. Поэтому мне кажется, что в отношении... Я видел там Антоя, Царану. Да, да, а назовите хоть одного левого. Владимир Иванович Левый был со мной. Вы часто ходите на правила? За последние три года по просьбе господина Андреевского, я ему благодарен за это, потому что обсуждался вопрос молдавско-российских отношений. И все, если он дальше будет предлагать один ров. Я когда на фабрике увижу социалистов, господин Андреевский, принесу вам извинения. Публично в эфире. Публично в эфире. Поэтому давайте сейчас не отвлекаться от этой темы, а затронули мы очень важный момент, для чего вот эти запреты делаются. Вы сами задали этот вопрос. Ну зачем? Вот как вы думаете, будут меньше смотреть люди российские новости? Меньше будут в курсе? Ну, для граждан из сел проблема создается. Согласитесь. Не у всех жителей сел есть возможность чисто материально приобрести ту же самую тарелку для того, чтобы получать спутниковые сигналы. Не у всех, не в каждом доме сегодня есть компьютер. Да я думаю, что есть села, где вообще ни у кого нет компьютера. Понимаете? Вот на что рассчитано. На то, что народ считают за вот то, тот уровень. Вот хавайте то, что вам дадут. Ну вы так считаете. Я понимаю, Игорь, будут ли меньше смотреть российские новости, интересоваться тем, как происходит хоть раз? Вот настанет такой год, когда молдаване не скажут, что Путин самый популярный политик. А он и сейчас говорит? Так я же, я говорю, хоть настанет такой год, Игорь. Вы знаете, я в принципе против любой пропаганды, но я и против того, когда пропаганду делят по политическим, по геополитическим принципам. Да, с пропагандой нужно бороться, но со всей пропагандой, не только с определенной категорией пропаганды. Что касается будут смотреть или не будут смотреть, конечно, будут смотреть и дальше. Это все-таки открытое общество, есть и альтернативы. Я не знаю, какую цель преследовали те, которые продвигали этот законопроект, но мне кажется, что здесь проблему надо рассматривать и с политической точки зрения, и с геополитической точки зрения. С политической я все-таки напомню тот аргумент, который неоднократно в разных ТВ-студиях высказывался, что, скорее всего, преследовалась цель уменьшить шансы партии социалистов на выборы, что типа из Москвы во время выборов могут прийти кое-какие аналитические программы, которые могут повлиять на настроение электората. Возможно так, возможно не так, я не знаю. Но наверняка... Это были официальные заявления, декларации. Да, наверняка. Откоснение, почему этот закон принял. Наверняка это принималось во внимание. Что касается геополитической точки зрения, здесь, скорее всего, власть попыталась поймать тренд, который чувствуется в определенных европейских канцеляриях, что если принимать кое-какие решения определенного характера, то... Тренд называется просто, я прошу прощения, во всем виноват Путин. Я стараюсь быть дипломатичным. Вот так говорим. То есть действия власти можно понять, но только с политической, с геополитической точки зрения. Но когда мы говорим о искренности, здесь уже возникают совсем другие вопросы. И мы возвращаемся к тому, что я сказал в самом начале. Пропаганду, с пропагандой нужно бороться, но не следуя выборочным методам, если можно так сказать. А знаете, что меня лично задело? Когда обсуждали этот законопроект, я провела эксперимент на участниках программы Дело Принципа. Я взяла и зачитала мнение одного чиновника. Говорю, вот смотрите, там красивенько человек говорит, нужно бороться, российская пропаганда, вот все такое. И спрашиваю их, как вы думаете, кто это сказал? Человек просто не знает, кто. А я говорю, это сказал посол Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Понимаете, вот что меня лично, например, задело. Мне не нравится, когда посол Соединенных Штатов начинает говорить, какие законы необходимо принимать. Понимаете? И точно так же мне бы не понравилось, если бы посол Российской Федерации говорил, что необходимо смотреть. Потому что мне кажется, что нужно уважать граждан Республики Молдова. Разве не так, господин Андреевский? Вот я с вами согласен. Мне тоже не нравится, когда иностранцы дают оценку тем или иным событиям. Я понимаю, когда, допустим, поднимают вопросы, там борьба с коррупцией, какие-то реформы и так далее. Ну, там есть опыт, есть основания. Они финансируют очень многие программы реформы. А вот такого рода заявления, я считаю, они очень некорректные. И, ну, я не говорю, что я хочу посоветовать, там, послу не буду ничего ему советовать. Но это очень плохо, я тоже всегда против этого выступаю. И вообще мне не нравятся, когда постоянные ссылки, а вот эти там, когда, допустим, что-то нужно взять с Венецианской комиссии, одни берут одно, вторые берут другое, с ОБСЕ одни одно, другие второе и так далее. Нам надо жить собственным умом. Я повторяю, там, где они нам рекомендуют, как развивать государство, как делать реформы, надо, конечно, прислушиваться, потому что есть опыт у них определенный. А там, кого назначать и так далее. Потому что это навевает на определенные мысли, понимаете, когда люди вот все это сопоставляют с тем, что в это время была делегация Республики Молдова в Соединенных Штатах. Некоторые говорят прямо, ну, хотят быть святее Папы Римского, хотят уже так показать, что мы ваши, понимаете, так говорят. Может быть, не всегда это прям так соответствует. Людмила, вы же помните, что этот закон, проект, он возник очень давно, но даже были обсуждения, его собирали. Но, Виталий Александрович, ну, почему после такой резкой негативной оценки ОБСЕ, тогда, по-моему, была Дунья Миядович, вот, даже вспомнила фамилию, да, вот этой ОБСЕшницы, которая отвечала и резко. Почему решили через год сделать? Дело в том, что в Европе, в ОБСЕ, в Америке очень много поменялось отношений после выборов в Соединенных Штатах Америки, после выборов во Франции, после выборов в Германии и так далее, где следовали очень жесткие такие заявления против российской пропаганды, и они поменяли свою точку зрения. Ну, я говорю, ну, независимо. Я и тогда выступал, что надо запретить, что надо развивать молдавский контент, и сейчас выступаю. А любой желающий, ведь на самом же деле, вот, я абсолютно убежден, что через три месяца люди спокойно будут смотреть на первом канале те хорошие передачи с Малаховым, с другим, с третьим, с четвертым. Малахов уже не на первом канале. На втором, да. Да, на втором канале, значит, с этим парнем там, который ведет... Его фамилия Борисов? Нет, нет, я имею в виду... Ну, ладно, сейчас... Ну, ладно, да, хорошо. Я, к сожалению, не... Я пыталась помогать вам, но увижу, да. Нет, нет, я имею в виду этот ведущий, каждый вечерний программ, который на первом канале... Киселев? Нет, на первом канале. На первом канале, ну, не знал. Ведет. Я думаю, не столь важно... Да, но и они постепенно будут ледовое шоу смотреть, будут фильмы разные смотреть и так далее, и они вообще забудут, что... Ну, не серьезно, ничего, пусть не смотрят, ничего серьезного, понимаете? Будут развлекаться, будем. А когда будут... В этом не смысле. И они вообще забудут о реалиях и о действительности Молдовы. Нет, нет, нет. И страну всю мы превратим, знаете ли, что... А когда они захотят... В рабыни и заур, по-моему, так назывался, тут многозинел бразильский. А когда в страну в это хотите превратить? Придут домой, сядут, и мужик там, налив стакан, слушая, а что серьезного, я ничего не могу посмотреть. Акчен? Все! Тем более, если там выступает Андреевский. И нормально, и все будут смотреть Акчен, Туберченкову, и забудут этих всех, Соловьевых, Киселевых и так далее. Мне вот интересно, говорят, надо свой контент, да? Вот недавно буквально внесли в закон о телевидении и радио, что контент должен быть у каждого канала молдавского, да? Минимум 8 часов, причем с 7 утра до 11 вечера, из которых 6 часов на государственном языке и 2 часа на русском. Вот это внесли наш парламент, доблестный внес, было промульгировано, вступило в силу, то есть уже показали в дневное время, что каждый телеканал должен развивать свой собственный контент. Да, то есть это разные вещи, да? Иначе с 1 января 2018 года они имеют права продавать рекламу. Хорошо. То есть вот это борьба за контент. Причем здесь информационные программы других стран? И почему одних стран запрещают, а других разрешают? Ну, так же закон не сказали. А потому что, господин Мишин, у нас евроинтеграция скоро будет в Конституции, поэтому вы должны смотреть только европейская. Вот. Я хочу, чтобы мы подумали о следующей сессии. Вот смотрите, времени у нас остается мало, но я точно знаю, что будут законопроекты или какие-то ситуации, да, когда вот опять парламент или правительство, да, принимают какое-то решение к президенту, а президент опять не промульгирует. Скажите, пожалуйста, вот это вот так вот теперь будет все время продолжаться? Вот ваш прогноз на следующую сессию? Или вот когда-то все-таки, я не знаю, вот уже может хватит, ну все-таки поймут люди, что так нельзя делать? Как вы полагаете? Да, вопрос, конечно, очень интересный в этом смысле, но я уверен в одном, что если будет тот закон, который будет во вред интересам молдавского народа, народа Молдовы, президент однозначно его не промульгирует. Если будет выдвинута личность, над которой витают обоснованные подозрения о том, что он замешан был или есть в том или другом, или что он не профессионал вообще, естественно, президент не подпишет указ на назначение этого человека. Это будет. Как поступит власть, это будет на ее совести. Но это все, знаете, идет в накопительную. В накопительную, когда мы говорим о том, что в конце концов будет последняя капля терпения людского и человеческого. Я очень не хотел бы, чтобы мы до этого дошли, потому что мы знаем, чем это обычно заканчивается. Это не будет по принципу, знаете, что вы надоели нам, уйдите, пожалуйста. Всем же понятно, что, как и любая власть, и данная власть, тем более, будет с зубами, не зная, чем цепляться за это кресло, потому что они знают, в противном случае наступит законное, я повторяю, законное возмездие. Не хотелось бы доводить сейчас ситуацию до этого, но дальше, как говорится, мяч на стороне власти. Если они сами спровоцируют людей, пусть пожинают. Владимир Владимирович, что такое законное воздействие? Как-то, чтобы понятно было. Законное воздействие, что такое? Возмездие в соответствии с законом привлечения к ответственности. Либо в соответствии с Конституцией изменения тех решений, которые не конституционные, приняты сегодня конституционными. После выборов все ставят... Ну, естественно, надо поправлять все эти не ошибки. А если не победят социалисты, что будет? Пусть думает народ. Тогда они будут заложниками, рабами этой власти. Но такого не будет. А если вам придется договариваться с этой властью, или вы сам тут договоритесь быстрее? Дело в том, что эту власть мы должны отозначитывать со всеми теми людьми, которые поддержали эту часть. Владимир Иванович, вы не на прайме, и программа не Виталия Александровича, поэтому я сейчас... Можно, да? Спасибо. Да, пожалуйста. Виталий Александрович, вот... Я в этом смысле демократ. Я не могу не уступить. Благодарю вас. Виталий Александрович, а вот так, если как вы уже берете ситуацию в развитии, имеете право, это здорово на самом деле, как вы полагаете, вот эти вот шаги с запретом программ, вот это вот все то, что происходит, это добавит очков демократам? В какой-то части общества добавит, какой-то отнимет. Понимаете, вот когда мы еще... А вот в какой добавить? Сейчас, секундочку. Мне интересно, да. Когда мы говорили о возможности импичмента, у нас процедура импичмента Владимировича или Сергей, какая вот такая? Она прописана. Вначале принимает решение парламент, отстраняет, и потом назначает референдум по выяснению мнения народа, потому что избрал народ. И там должно большинство или какое-то... Нет, проголосовать больше, чем проголосовало за годового президента. Да, то есть как по Киртуарке, да? Я вас умоляю, а вы после эфира это спросите. Не-не-не-не, сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. И почему все будет нормально? Для кого, смотря? Почему власти боятся импичмента? Смотря для кого нормально, понимаете? Я настаиваю на этой формулировке. Дело в том, что у нас было очень серьезное падение 2014-2015 год в экономике, в социальной сфере. В 2016-2017 год у нас обозначился позитивный тренд. Это, кстати, благодаря Игорю Дадону. Давайте выйдем на улицу и спросим людей. Они почувствовали? У нас остается 5 минут, и 2 человека еще не охвачены. Почувствуйте, почувствуют. И вот сейчас втянуть в эту импичмент, в эту борьбу, это никому не нужно. Потому что на самом деле тренд очень позитивный, и он сохраняется, и он идет вперед. На 50% снизились инвестиции, растут в реальную экономику на 50% снизились. Вы посмотрите, в 2014-2015 год. Посмотрите, Патерин Иванович, я вас спрошу, уже нет времени. Бюджет на 17% вырос. То есть вы считаете, что у одной части электората все-таки они их поддержат, а вот некоторые нет? Да, я думаю, идет такая тени-толка между демократами и социалистами, и они спокойно разделят голоса. То есть, нет, скучку, рейтинг демократов вырастет? Да, безусловно. То есть, народу понравится. Вот их лишают смотреть программу, а они говорят, а нам нравится. А они потом привыкнут, они даже не заметят, что их лишили Жириновского и Зюганова. Вот на что, чтобы вы, уважаемые зрители, привыкли. Вы привыкли смотреть, да, да, она будет смотреть. Хорошо, да, и все это в программе у Петченковой, я поняла. Господин Волницкий, две минуты, больше не могу. Очень коротко. Безусловно, в 2018 году мы не раз будем присутствовать при ситуации, когда президента временно отстранят от своих обязанностей, их возьмет на себя, скорее всего, председатель парламента. Потому что на повестке дня, уже на данном этапе, можно сказать, есть закон об изменении названия государственного языка, естественно, Игорь Дадон его не промульгирует. Есть закон о внесении европейской интеграции в Конституцию, опять-таки президент его не промульгирует. Есть и другие законы. Поэтому на данном этапе важно понять, что с этой ситуацией мы не раз столкнемся. Поэтому парламент не должен ожидать, я когда говорю парламент, я не имею в виду только оппозицию или только депутатов из мажоритарной коалиции. Они на данном этапе, при самом начале сессии, должны сесть и предусмотреть какой-либо механизм, чтобы предусмотреть все эти ситуации. Когда, что, где, как, можно. Потому что если оставить эту ситуацию, она повторится не один раз в течение 2018 года. Благодарю вас, господин Мишин. Вам, поскольку у вас день рождения, я завершать программу позволяю. Вы знаете, вы очень правильно задали вопрос, поймут ли люди, что так делать нельзя. Люди давно поняли, что это делать нельзя. Но, к сожалению, парламентское большинство, которое сегодня у власти, делает то, что хочет в угоду своих хозяев. Вот вы привели пример, когда посол Америки говорит, что этот закон принят должен быть и через три дня его принимает. Поэтому парламентское большинство ни в коем случае не захочет и не поймет, что нужно советоваться с людьми или идти на благо народа. А по поводу государственного языка и европейской интеграции, я боюсь, что эти вопросы не поднимутся и не будут. И я уверен в этом. Потому что у демократов просто к июлю месяцу, когда они будут рассматриваться, не хватит голосов. Не хватит просто конституционного большинства. Потому что я не знаю. Что, все выйдут из коалиции? Нет. А кто выйдет из коалиции? А у них, им нужно 68 голосов, а у них их сегодня всего 53. Ну вот те, кто, например, социал-демократическая платформа или как там, возьмут и передумают. Ну и обратно. Ну нет, так даже с ними у них 53 голоса. Поняла. То есть ни коммунисты, ни кто другие не будут голосовать за это. Я думаю, что к тому времени будет, надеюсь, что будет опубликовано. А если нет, мы потребуем придать огласке результаты КРОЛ-2. И те 90%, о которых господин Филипп сказал, что это благонадежные люди, абсолютно честные, порядочные. Когда станет известно, кто это, я думаю, что этот прогноз абсолютно оправдан. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Очень мне нравится такой формат. Времени побольше, участников побольше. Самый большой разброс мнений. Спасибо за то, что пришли и отвечали на мои вопросы. Мне кажется, что все-таки мы работали на пользу нашего молдавского телезрителя. Правда, Виталий Александрович? Да, и мне тоже нравится. Договорились. Спасибо. Смотрим эти программы, а не российские. Приходите к нам еще. Я напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей. А сразу после в эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Я не прощаюсь. Вы смотрите «Полюс. Политика. Люди. Страна». В эфире часть вторая. «Люди». Сегодня мы предлагаем комментарий о последних событиях в сфере молдороссийских отношений. Специально для нашей программы своим мнением поделился известный российский политик, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Наша рубрика «Эксклюзивные люди» в эксклюзивном интервью. Господин Миронов, как вы оцениваете запрет на ретрансляцию российских новостей и аналитики? Как можно оценивать абсолютно недружественный, я бы сказал, враждебный шаг парламента Молдовы? Конечно, это удар. Удар прежде всего по самим гражданам Молдовы. Очень многие из них, особенно в городах, привыкли и любят смотреть именно русскоязычные новости. И для них это возможность получить альтернативную информацию, альтернативную точку зрения. А ликвидировав вот такую возможность, тогда будут, простите, в уши вдувать свою пропагандистскую версию, что абсолютно точно не соответствует интересам гражданам Молдовы. Что вы можете сказать по поводу противостояния президента и парламента? Игорь Николаевич Дедон, президент Молдовы. Ну, кстати, лишний раз убеждаемся, как может подхрамывать, скажем так, принцип парламентской республики. И когда президент избирается через такой механизм, и когда есть противостояние с парламентом, который может вопреки воле президента, который избран, в данном случае, Игорь Николаевич Дедон, всенародно, тем не менее, принимает свои решения. Игорь Николаевич Дедон настоящий патриот Молдовы. Он борется за права граждан, он борется за то, чтобы была альтернатива не только в сторону Запада, но и в сторону Востока, начиная от Евразийского экономического сообщества, кончая тем же вопросом по возможности получать альтернативную новостную точку зрения из, прежде всего, российских новостных каналов. Как это скажется на молдороссийских отношениях? Каковы перспективы? Я уверен, что перспективы позитивные. Но, во-первых, в этом году пройдут парламентские выборы в Республике Молдова. Думаю, что состав парламента будет более отвечать интересам граждан Молдовы. И поддержка президента Республики Игоря Николаевича Дедона в парламенте будет уже совершенно иной. Отсюда, возможно, и будут следовать позитивные изменения в наших отношениях. Но нужно быть реалистами и все равно будут пытаться мешать выстраиванию таких отношений. Ну, собственно говоря, мы видим все, что делает парламент Молдовы. Это калька с того, что делает Евросоюз, что делает Соединенные Штаты Америки, которые почему-то решили, что Россия – это некий изгой, это империя зла, с которой нельзя иметь никакие дела. Это ошибочное мнение, есть взаимовыгодное сотрудничество. У нас общая история, у нас очень многого общего. В том числе, кстати, и тот же самый русский язык, которым владеют, наверное, половина граждан Молдовы. В городском населении практически там все владеют абсолютно в совершенстве. Для них это родной язык. Поэтому, я уверен, ничто не помешает укреплению дружеских отношений между нашими странами. В конечном итоге победит здравый смысл и победит вот наша исконная тяга к друг другу, победит наше взаимодействие и дружба. Мы продолжаем программу. Сегодня мы начинаем рубрику «Человек-неделя». Мы будем вам рассказывать о личностях из самых разных сфер, которые достойны вашего внимания. Затем при помощи интерактивного голосования вы выберете человека месяца, а потом и года. Я передаю слово постоянному ведущему рубрике Илье Киселеву. Спасибо, Людмила. Первые недели года традиционно проходят под знаком зимних праздников – светского Нового года и православного Рождества Христова. И что бы ни делали в эти дни политики, артисты и другие публичные люди, какие бы поводы для упоминания своих имен они не давали, на первый план выходят священнослужители. Именно они являются центральными фигурами этих дней. «Человек-недели» на Акчен-ТВ – митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Митрополит Владимир родился 18 августа 1952 года в селе Каленковце Хатинского района Черновицкой области в семье рабочего Василия Контаряна. В 1969 году окончил среднюю школу, а в 1970 – профтехучилище. После этого Владимир отслужил три года на Черноморском плоте в Севастополе, завершив срочную службу в звании главного корабельного старшины. С самого детства Владимира привлекала религия, и еще будучи школьником, он много общался со священником, который служил в его родном селе. Родители Владимира были людьми верующими. Отец посещал церковь, а мама даже пела в церковном хоре. Это определило его отношение к религии, и в своей дальнейшей жизни Владимир решил посвятить себя православной вере. С этой целью он уехал в Смоленск, где начал служить при Свято-Успенском кафедральном соборе, одновременно работая и делопроизводителем Смоленского ипархиального управления. 22 мая 1974 года в праздник перенесения мощей святителя Николая в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска молодой служитель был рукоположен в Сан-Диакуна и оставлен на служение при соборе епископом Смоленским и Вяземским Феодосием. Уже через два года тот же епископ рукоположил Владимира в Сан-Священника. В ноябре 1987 года Владимир принял постриг, сохранив при этом имя в честь святого равноапостольного князя Владимира. Служение православной церкви Владимир сочетал с постоянным обучением, окончив заочно в 1980 году Московскую духовную семинарию. При этом на вступительных экзаменах Владимир показал такой уровень знаний, что был зачислен сразу на второй курс. После окончания учебы в семинарии Владимир поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1989 году. В 1992 году патриархом московским и всея Руси Алексием II Владимир был возведен в Сан-Метрополита с титулом Кишиневский и всея Молдовы и направлен в Кишинев. Продолжая служение православной церкви в этом сане, митрополит Владимир внес неоценимый вклад в развитие православия на территории Молдовы и укрепление связи молдавской митрополии с московским патриархатом. За годы служения Владимир был награжден многими церковными и государственными наградами. Несколько раз посетил в составе официальных делегаций Святую Землю, Гору Афон и другие святыны христианства в мире. Кроме этого Владимир часто посещает страны, где есть молдавская диаспора и совершает службы для соотечественников. Для православных верующих нашей страны митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир все эти годы являются добрым пастырем, несущим свет христианской веры. Мне бы хотелось, чтобы наши верующие православные христиане были патриотами этой земли. Не националистами. Националист это очень плохо. А чтобы был патриотом своей Родины. Даже будучи за рубежом где-то, чтобы он помнил о своих родителях, о своих родственниках, о своих детях. И желательно, чтобы, конечно, как можно больше устроить им рабочие места здесь, чтобы они приезжали и чтобы наша страна процветала. Мне хочется и как священному служителю это пожелать, и как патриоту, скажем, этой земли. Для них эта земля должна быть дорогой. Это был проект «Человек-недели». Каждый понедельник в передаче «Полюс» на Акчен-ТВ мы рассказываем о самых известных и заслуженных людях нашей страны. Каждый месяц по итогам опроса телезрителей мы будем определять «Человека-месяц». А в конце года, по итогам вашего голосования, «Человека-года». До встречи через неделю. Тем временем страна жила своей жизнью. И пока политики спорят и доказывают, что именно они знают все нужды и чаяния народа, мы решили поинтересоваться, а что думают про политиков и их решения сами люди. Как оценивают их поступки, разбираются ли в истинных мотивах тех или иных поступков. Съемочная группа программы «Полюс» работала в центре столицы и задавала нашим гражданам один вопрос. Что они думают о противостоянии правительства и президента? И так говорит страна. Они должны найти согласие между собой. Нельзя же так. Народ выбрал, проголосовал, что же получается. За кого теперь голосовать? Я считаю, что президент – это лидер страны, и с ним так поступать никак нельзя. Он человек, с которым должны считаться. Президент не выполняет свои должностные обязанности, во-первых. Он что хочет, то и делает. Он не думает о людях, он думает только о себе. Додон для народа, для пенсионеров, для стариков. Я очень благодарна. Я вот этот фач контрапопорностр ромын. Не факут молдовень, не факут ли мы молдовняц, санте молдовень, пестят молимба русы, что не пусть ярые враги и страшники. Потому что власть ему дали президентскую такую, чтобы он мог себя держать в руках. И что он управлял страной. Они все это шобала. Требуетсь на реформу, и република должна быть, больше, чем претензии, как у delesetzанинская, а то во время председента, что он должен быть и еще больше уитри, и он должен быть и более, и у каждого, и более, и более, и уехали, у нас, я думаю, что разное зимбром не может быть, потому что у меня бреда парламенту, в том, что это парламент, а то парламентарно, и, в случае, мы все знаем, что знает, кто они считает, что в этом году, а что пациенту в Молдову, который, Неправильно, что остраняет от должности президента. Не то, что один раз, а уже третий раз. Только дадут оставить, только его и его группу, которую он собрал. А все остальное – это мишура. Это вранье на вранье. Неправильно совершенно делают. Это игнорируют президента, который избран народом. И он должен получить те же полномочия и плевать, как говорится, нам правительству. Это, которое мешает ему работать. За него голосовал народ. И он достойный. Он знает все и в политике, и в жизни, и все. И я считаю, что его отстранять не нужно. Дать ему свободу. Почему его ущемляют в его правах, в его действиях. Мешают. Мешают президенту работать. Президент есть президент. Его выбрал народ. Вот он должен править всем, я думаю. Мы с вами на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин.